Друзья, привет! На данный момент я готовлюсь к соревнованиям по подтягиваниям. Мне нужно будет мастера спорта взять. Сейчас мы посмотрим, сколько у меня на данный момент подтягиваний и являюсь ли я, собственно, мастером спорта или нет. Мне нужно с моим весом 69,5 килограмм сделать 16 повторений. Давайте попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, сейчас приду домой и расскажу вам, как вообще увеличить подтягивания, чтобы вы стали мастером спорта. Итак, друзья, краткий курс о том, как увеличить подтягивания. Первое и самое важное, наверное, это заниматься не более двух раз в неделю, потому что если вы будете заниматься более двух раз в неделю, то у вас мышцы не будут срастаться, не будут восстанавливаться, и, естественно, у вас будет идти не прогресс, а регресс. Также очень важно менять веса, менять нагрузку, давать стресс мышцам. То есть, например, вы тренируетесь понедельник и пятница, в понедельник вы увеличиваете веса, допустим, начинаете там, наверное, с 10 килограммов, да, и доходите, например, до 30 килограммов, и делаете в размере от 12 до 15 повторений. То есть вы должны подбирать такой вес максимальный, чтобы вы могли сделать хотя бы не меньше 6 повторений. То есть, видите, от 6 до 12 повторений идет рост мышц, гипертрофия. Если вы будете делать от 12 до 15, это будет больше выносливость и так далее. То есть, получается, вы начинаете с 10 килограммов, допустим, делаете 15 повторений первый подход, потом берете, допустим, ну, 15 килограммов, да, и делаете уже там 10 повторений, и доходите там до 40, возможно, килограммов, если осилите, да, и делаете 6 повторений. Это тоже нормально, но главное не опускаться ниже 6 повторений. Запомните, 6-15 повторений нужно делать в подтягиваниях. Допустим, в пятницу вы берете, да, и чтобы нам дать мышцам другой стресс, в отличие от понедельника, в понедельник мы увеличивали веса, а в пятницу мы, наоборот, понижаем веса. То есть, начинаем, допустим, с 40 килограммов, делаем там раз на 6, потом спускаемся до 30, возможно, делаем раз на 10, да, потом спускаемся до 20 и так далее. То есть, доходим до минимума, где мы можем сделать на 15 повторений. То есть, это первая, да, схема такая. Мы даем постоянный стресс нашим мышцам. Допустим, это первая неделя такая была, во вторую неделю вы просто берете, делаете первых 3 подхода, допустим, с 24 килограммами, а вторые 3 подхода делаете со своим весом. Это в понедельник. В пятницу, например, берете наоборот. Первые 3 подхода делаете со своим весом, а вторые 3 подхода делаете с дополнительным весом. То есть, я надеюсь, вы суть уловили. Вы должны постоянно менять нагрузку, чтобы ваши мышцы не привыкали. Также очень хорошее упражнение, это когда вы уже не можете, да, делать повторения, подтягивания. Вы просто делаете подтягивания и зависаете вот в таком положении с дополнительным весом, да, и просто держите на максимум. То есть, пока у вас руки сами вот не начнут опускаться вниз, и тогда уже можете опуститься. А так держите просто до последних сил. В увеличении подтягиваний также помогает очень хорошо жидкий мел. Это жидкая магнезия. Вы такие наливаете, размазываете, это укрепляет ваш хват, предплечья тогда меньше напрягаются и так далее. То есть, это очень хорошо помогает. И также, ребят, один из самых важных советов, это делайте подтягивания. Когда вы делаете со своим весом подтягивания, вам нужно делать подтягивания до отказа. Что значит до отказа? До отказа это не когда вы просто сделали чистыми подтягивания и прекратили. До отказа это когда вы просто прыгаете рывками, там всякой инерции, подкидываете ноги, главное залететь на турник. И вот когда вы рывками и другими методами не сможете залететь на турник, вот до подбородка, вот это будет до отказа. И последнее, самое важное, наверное, из всего, потому что без этого никакого прогресса не будет, это питание. Нужно хорошо питаться, чтобы у ваших мышц была энергия, чтобы вам хватало энергии для восстановления мышц и так далее. То есть питание это самое важное. Питаетесь больше, чем ваша норма, да, если ваша норма калорий там 2700 калорий в день, в сутки, то вам нужно там брать, например, 3000 калорий, чтобы у вас был профицит калорий и чтобы этот профицит вам давал энергию. Друзья, если вы тренируетесь в натураху и хотите увеличить подтягивания, то вам нужна особенная программа тренировок. Не тех чемпионов мира, которые подтягиваются по тысячу раз. Вам нужна программа для натуралов. И я советую вам свой сайт archumoris.com. Заходите, смотрите, там есть программа по подтягиванию, есть программа на сушку, на набор и так далее. Заходите, чекайте информацию. А так, спасибо огромное за внимание, ребят. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, это видео вам понравилось. И информация, которая здесь была, была вполне логичная, лаконичная. И что-то усваивалось в вашей голове. А так, спасибо огромное за внимание еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся в следующем выпуске. Пока.